он прямо в шоке находится как и мы от него наша приманочка лаю на активные приманки лёха буквально с первых забросов сел очень хороший окунь такой 150 грамм где-то окунь я достаю рыбу во рту них приманка которая оснащена монтажом со всетным крючком здесь по-другому в данный момент времени ловить невозможно потому что очень большое количество травы всем привет дорогие друзья меня зовут максим мистерцов это время спина на фламан тв дома я обычно монтажа не готовлю все делаю всегда на воде привязал уже флюр привязываю наш монтажик оффсетный крючок 6 граммов и начнем мы сегодня с димовой приманочки таком вот красивом цвете двухцветном на прошлой рыбалке показала похожих условиях феноменальный результат эта комбинация здесь то есть тут тоже будет рыбалить а 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 ух буквально с первых забросов сел очень хороший окунь там вот очень много травы но быстро-быстро оп вроде перетянул перетянул перетянут ну как начало он показался конечно побольше но начало положено апсетный крючок глубоко и наша приманка с которой мы начали просто скрылась там он в его пласти сам покажу по монтажик красивый окунь как всегда бандит такой 150 грамм где-то окунь тихо ну конечно же всю рыбу мы отпускаем как и это окунь ура ура г Острову, такой вот маленький окунёчек, уменьшили нашу приманку, поставили 2 дюйма и рыбка сразу тоже уменьшилась, половим на 2 дюйма, может и большие будут клевать на неё, но это не размер совсем, совсем. Друзья, а сейчас я хочу показать, что же я взял с собой для того, чтобы успешно увидеть больших окуней на реке Северский Донец. Начнём с удилища, ловлю сегодня удилищем до 18 граммов в 86 длине, катушка стоит 4000 по Шимоно, шнур 0,6 по Японии это примерно 0,128 миллиметров, флюкарбоновые поводки буду использовать диаметром 0,2-0,27, веса я буду использовать, думаю, 3-8 грамма и овсетный крючок и приманка. Также взял с собой небольшой набор силикона, здесь небольшие веброхвосты двухдюймовые, чуть побольше веброхвосты и различные червяки. Крючки к ним, в том числе и овсетные, подаю предпочтение вот такой вот форме, вот такой вот серии крючков, хорошо себя закромендовали. Далее идёт коробочка, здесь идёт набор небольших грузов, крючки и застёжки ещё запасные. Также взял в блистерах немножко грузов, на тот случай, если закончится в коробке. Поясная сумка, смартфон для того, чтобы запечатлеть свой трофей и бобина одна и вот ещё одна запасного флюра. На этом всё, как бы очень минималистический набор, потому что я думаю, сегодня придётся очень много ходить, пройдём более 10 километров так точно, потому вот так вот совсем немножко взяли с собой. Опять два дюйма и опять мелкий лох. Ничего не меняется. Друзья, как вы могли заметить, я достаю рыбу, во рту у них приманка, которая оснащена монтажом с офсетным крючком. Здесь по-другому в данный момент времени ловить невозможно, потому что очень большой открытся травы. Эта трава находится под нашей стороной, под нашим берем и на противоположной стороне. Русло как бы практически без травы, но всё равно мы пытаемся обловить бровку и дальнюю и ближнюю. Поэтому все наши монтажи оснащены офсетным крючком. Для тех, кто не знает, сейчас я покажу его более крупно. Что такое офсетный крючок? Возьму большой. Вот как выглядит большой офсетный крючок. На этой рыбалке я использую крючки меньшего размера и приманка, которая оснащена, выглядит вот таким вот образом. То есть жалая крючка спрятана в теле приманки и приманка максимально проходима, то есть она ни за что не цепляется. Она не цепляет ни траву, ни какие-то ветки, ни коряги, но при поклёвке рыбы жалая оголяется и рыба засекается. Сегодня без офсетных крючков на этой реке я вряд ли кого-то вообще поймёт. В привычной нам манере берём чайную паузу в середине каждого ролика. Делаем для того, чтобы перевести дух, собраться с мыслями по сельсиньке, немножко остыть и подвести промежуточные итоги нашей рыбалки. Сегодня рыбалка оказалась непростой. Неделю назад я был здесь и рыба активно ловилась на активные приманки, на всякие виброхвосты, твистера, но сегодня вообще она максимально пассивна, не клюёт на активные приманки, клюёт только на пассивные. И размер рыбы тоже не особо радует, буквально сразу я поймал хорошего окуня, а потом размер всё меньше и меньше. Но сейчас, я думаю, попьём чай, немножко разберёмся с рыбой, разберёмся с анимацией, разберёмся с местом, где она стоит и её успешно полуем. Хороший. Хорош. Кстати, друзья, хороший окунь уже взял перед ближней бровкой. Лаптик, лаптик. Вот такой красавчик, он прямо в шоке находится, как и мы от него. нашу приманку ловил на активные приманки, на мелкие, двухдюймовые. Ну и решил, надо что-то экспериментировать, что-то пробовать, поставил двухдюймовую пассивочку, аналог той трёхдюймовой, на которой я начинал нашу ловлю. И вот такой вот красавец окунь в нашем активе. Сейчас мы с ним пофотографируемся, конечно, и отпустим. Субтитры сделал DimaTorzok Что касается проводки, которая сегодня работает наилучшим образом, это ловля вниз по течению, так называемый downstream. То есть мы бросаем вниз по течению, под ловом примерно 45 градусов. Всё это делается почему? Чтобы нашу приманку максимально несло течение. Все какие-то высокие резкие подрывы сегодня абсолютно не работали. Вот рыбе нравится, когда наша приманка волочится по дну, вот мы достигли дна и наша приманка покатилась. Вот она идёт, идёт и мы её периодически такими небольшими двумя рывочками либо одинарным таким коротким рывочком, подрывчиком просто немножко приподнимаем над дном, чтобы окунь заметил и при этом груз немножко звонче упал. А так её проволакивает, катит течением и рыба подбирает. Можно сказать, такой вот естественный вид кормления окуня. Он стоит, ждёт, пока ему что-то вынесет течением и на этот раз это наша приманка. Опять же, приманку мы используем пассивную и она наилучшим образом раскрывается именно в этой лодке. очередная жадная поклёвка увенчалась успехом, приманка, красивый окунёк. К сожалению, за оффетов не все поклёвки удается реализовать и ещё это и трава, которой довольно много и через неё приходится перетягивать рыбу, но этого мы всё-таки доставили на берег и показали вам объект. Самое время определить топ-3 приманок сегодняшнего дня. Это хорошая традиция, которую мы взяли во всех передачах серии «Время спиннинга». И вот первая приманка, топ-1 сегодня, безусловный лидер по количеству пойманной рыбы и количеству поклёвок. Это вот такой вот червяк в трёх дюймах в цвете гримпампинг. Отлично он себя показал, отлично он оснащается оффетом, прекрасно работает. Ну, в общем, эта форма знакома многим и сегодня она в который раз подтвердила то, что она не зря используется таким количеством спортсменов на соревнованиях. Второй приманкой стала эта же форма, но только немножко в другом цвете. Вот половинка такая коричневая, половинка зелёная. отлично сработала, тоже была на нём много поклёвок. Она работала немножко хуже, нежели гримпампинг. Вот тёмная чуть лучше, эта чуть хуже, но прям не могу сказать, что раньше была какая-то там сверх-сверх. Она была заметна, но не сильно. И вот третья приманка сегодня по ловису стала. Эта же форма, только уже в двух дюймах. Тоже хорошо на неё сегодня отзывался окунь. Он был явно меньшего немножко размера. Но вот когда не клевали на вот эти приманки на большие, ставил вот эту поменьше и получал поклёвку. Вот в принципе и всё. Топ-3 приманок. Сегодня всё очень просто. Одна форма просто в двух размерах. Друзья, последняя ловистая приманка застряла в очередной раз в ветвях. Я выматываю шнур, на конце которого нет, не то что нашего груза с приманкой, айфлюра. Я думаю, на этом мы закончим нашу успешную рыбалку. В принципе, хорошо сегодня половили, провели замечательный день на реке. Уезжаем по-светлому, не застанем вечернюю зорьку, потому что ехать нам довольно далеко и хочется проехать как можно больше по-светлому. Безопасность превыше всего. А с вами был я, Максим Истерцов и это время спиннинга.